всем привет меня зовут яна и сегодня мы будем делать вот такие вот браслетики макраме для таких браслетиков нам понадобится бусинка любая большая бусинка до чего она но для застежки то вы уже поняли булавочки швейные булавочки они могут быть с петелькой могут быть с шариком звездочкой неважно ножницы вот нитки из которых мы будем делать браслет и понадобится такая вот может быть видно не видно леска ну достаточно толстая плотно так ну что для начала с чего мы начнем начинаем из того что берем наши нитки из которых будем делать двухцветный браслет эти нитки я их нашла в своих я как там говорят по сусекам по скребе по лавкам памяти вот это старые нитки мулине ну как старые они давние они советские вот этикетка ведь какая советская та бабушка моя когда-то давно давно вышивала очень много этих ниток осталось и ну естественно я их не выбрасывала вдруг когда-то пригодятся но и вот они мне пригодят пригодятся сейчас из них мы будем делать эти браслеты значит мы меряем длину нашего браслета понятно что на глаз лишнее мы обрежем вот приблизительно мы берем вот как у нас рука идет вот такая вот длина и плюс на всякие там завязочки добавляем сантиметров 5 это длина нашего браслета будет плюс еще дополнительно с каждой стороны по 5 сантиметров возьму одинаковое количество светло-зеленые нитки два сложения и точно также в два сложения то есть в итоге у меня получится в 4 сложения длина браслета я отрезал отрезали так теперь вот это наша основа основа основу мы крепим на бусину и дальше начнем плетение как мы это делаем нам нужно продеть вот в это маленькое отверстие бусины и вот такой вот толстую нитку ну для этого у меня припасена такая хитрость это леска вот для чего она значит складываем леску пополам просовываем в отверстие в бусинке не до конца вот у нас остается петелька все вы уже догадались на что дальше произойдет дальше мы засовываем нашу нитку в петельку протягиваем и протянули и дальше очень легко вытягивание все леска нам уже не нужно теперь мы выравниваем кончики наши кончики выравнили завязываем в конце узелочек чтобы бусинка не слетела никуда узелочек такой почти самом конце завязываем почти в конце такой чтобы маленький получился небольшой вот так все это мы сделали отцы берем булавки и за этот узелочек или за петельки от узелочком и крепим вот мы прикрепили держится теперь нам нужно отмерить нитку для плетения нить ну я это делаю на глаз потому что точное количество я рассчитать не могу я беру вот длина длина моей руки до плеча складываю пополам это у нас нить в два сложения но нам надо в 4 вот и мы берем еще такие две длины чтобы у нас нить было в 4 сложения так вот нить у нас в 4 сложения мы ее отрезаем и точно так же мы поступаем с нитью другого цвета в данном случае у меня темно-зеленая мы точно так же запуталась отмеряем так вот наши две нити 4 сложения как мы закрепляем нам нужно закрепить эти две нити на нашей основе что мы делаем мы берем завязываем обычный узелок вот как делает узелочек протягивает в петлю одной нити другую петельку вот мы протянули видите я думаю все прекрасно знают этот узелочек до конца его не затягивает до конца не затягиваем потому что нам тут в эту дырочку нужно будет нашу основу протянуть вот дырочка которая образовалась вот в нее протянем нашу снова кстати может пригодиться крючок в это не обязательно это нужно руками сделать ну раз он убежит я им воспользуюсь вот протянули и теперь можно затягивать затягиваем и подвигаем близко к бусинке к основанию бусинки так теперь мы начинаем плести нить которая у нас находится темная давайте я буду говорить темная светлая сначала плетем темной нитью темную нить кладем на нить основу сверху перекрещиваем их видите теперь в образовавшуюся петельку протягиваем хвостик темной нити вот так протянули нить основу легонько слегка натягиваем но не сильно не сильно просто чтобы она была прямая и вот так вот не гнулась вот то есть чтобы она была прямая и теперь как бы с того как моя темная нить оба темной нитью обогнули основу мы хвостик подтягиваем немножко так подтягиваем подтянули теперь той же темной нитью мы делаем все то же самое только теперь не накидываем сверху перекрещиваем не сверху а снизу под нитью основой вот вот так вот нить основа сверху перекрещивание у нас идет снизу и теперь хвостик мы темной нити протягиваем в петельку образовавшиеся после перекрещивания теперь она идет как бы теперь под низ видите вот поднесу петелька сверху а ниточка идет под низ теперь мы подтягиваем вот видите какой у нас получился узелок теперь берем светлую нить делаем все то же самое только с левой стороны накидываем сверху перекрещивание получилось берем хвостик светлой нити протягиваем в петельку нить основу слегка натягиваем а светлую нить подтягиваем к темной но не затягиваем очень сильно средняя средняя должна быть натяжение средний теперь делаем то же самое перекрещивание вот у нас было перекрещивание сверху первое значит второе у нас должно быть перекрещивание снизу под нитью основой снизу снизу перекрещивание идет хвостик в петельку и тянем подтягиваем к нашей темной нити вот вот так я думаю будет лучше видно повторяем все снова сначала нить основа слегка натянута темная нить с правой стороны перекрещивание сверху в петельку просовываем протягиваем кончик темной нити светлая нить у нас пока вне работы подтянули 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 теперь делаем второе действие то же самое перекрещивание только снизу вот она снизу этот кончик темной нити протягиваем в петельку затягиваем повторяем с левой стороны светлой нитью перекрещивание сверху протягиваем в петельку подтягиваем к темной нити так перекрещивание снизу перекрещивание снизу петелька подтягиваем узелок петелька 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 так ну вот мы уже но я уже доплела до длины которая меня интересует вот я меряю так сниму по мере на руку браслетик вот видите так доходит до застежки мне не надо чтобы он болтал то мы делаем смотрите вот у нас осталось такая сейчас я покажу вот эти мы доплели темной нитью вот и у нас получается такая ступенька за счет того что вот тут темная нить у нас а светлая высоко высоко чтобы не было большой такой ступеньки мы сделаем так мы возьмем вот тут посредине закреплю мы возьмем светлую нитку светлую нить и сделаем всего лишь одно переплетение одно нет не два раза будем перекрещивать и протягивать один разочек сделаем и ступенька ведь она уменьшена она тоже есть но она не такая большая вот как две нити а тут всего лишь одна нитка переплетена теперь мы будем формировать застежку петельку мы разделяем нашу основу вот у нас была основа две ниточки можно поделить как хотите можно поделить светлая к темному темный к светлому но я сделала темная нить к темной светлой к светлой вот смотрим какая у нас длине у нас длине то на которой мы плели основа поэтому будет лучше если мы ею будем оплетать теперь у нас основа вот этой нить и нам нужно сформировать застежку я беру булавочку вот здесь зафиксирую зафиксирую возле узелка и теперь нитью которая длиннее которая у нас была основой мы будем оплетать нить которой плели раньше которая сейчас стала основой мы делаем все то же самое только нитью одного цвета снова перекрещивание сверху мы не меняем право лево право мы все время делаем с одной стороны с левой вот перекрестили в петельку протянули перекрещивание теперь снизу вот эту ниточку в петельку снова взяли в ручку и подтянули все таким образом мы плетем необходимое нам необходимую нам длину делаем так мы померим какая нам длина необходима потому что я сейчас прямо сразу так не скажу сколько нам нужно будет это нужно будет померить чтобы пролазила бусинка видите какая ниточка уже малюсенькая малюсенькая да конечно надо было больше взять будет наука в следующий раз ну с макромет тяжело угадать сколько нити уйдет конечно же все на глаз или с опытом приходит так вот уже это будет наверное последнее вот так и тянули все это у нас пол петли половина петли я думаю что для половины достаточно теперь то же самое делаем со светлой нитью только теперь мы плетем все время справа вот и нитью одного цвета перекрестили протянули подтянули так теперь снизу забрали ниточку подтянули сверху в петельку подтянули снизу в петельку подтянули сверху в петельку подтянули снизу подтянули так сколько здесь у нас было раз два три четыре пять и тут раз два три еще четыре пять попробуем здесь получится еще четыре пять может быть даже нам и четыре почему потому что здесь мы здесь эта нитка находится чуть чуть ниже помните когда мы делали плетали основу то вот здесь вот это светлая нить она немножко ниже поэтому вот этих вот маленьких переплетений можно будет и меньше так теперь пробуем соединяем пробуем поместить нашу бусинку если бусинка пролазит значит подходит бусинка не должна проваливаться потому что она будет раскрываться потом ну вылазить выпадать вот я думаю достаточно достаточное количество так что мы теперь делаем мы делаем самый что ни на есть простой узелок пробуем но мне будет тяжело это сделать потому что у меня хвостик маленький смотрите какой надеюсь что перед тем как начать делать вы до конца посмотрели это видео увидели что у меня не хватило ниток и когда собрались сделать этот браслет естественно взяли ниток немножечко больше отмерили и я думаю что у вас узелочек получится лучше моего ну как лучше вам легче будет его сделать я конечно тоже постараюсь сделать так а ну-ка я знаете как сделать я сделаю очень хитро то есть вы можете сделать узелок а можно сделать если очень короткая нить вот как у меня можно просто схитрить нужно выделить какую-либо вот длинную одну нить с одной какой-то стороны например светлую и просто этой нитью обмотать но сделать узелок одной нитью видите обматываю и протягиваю и протягиваю вот и просто затягиваю вот затянула видите и для подстраховки можно взять ну то есть дело узелок одной нитью вокруг всех остальных так и для подстраховки можно взять еще какую-нибудь вот эту например этого же цвета тоже длинненькая нить и точно так же сделать узелочек вокруг видите как вышло из положения так вот даже очень ничего очень красиво получилось вот все лишнее мы конечно же обрезаем чудо-мутницы все это нам не понадобится видите у нас тоже очень аккуратно красиво получилось то есть вы теперь знаете два варианта как закончить плетение можно сделать узелок как вот например в этом варианте вот здесь узелочек здесь узелок здесь мы делали просто оплетение ну одной нитью тоненькой и протягивали нить петельку то есть мы сделали узелок одной нитью вокруг основы обмотали все вот готовое изделие надеюсь вам понравился мастер-класс будете пробовать будете делать своим деткам такие браслеты даже детки сами могут такие браслетики сделать это вообще не тяжело это очень легко как вы видите это очень легко и просто надеюсь вам понравилось видео понравился мой мастер-класс я думаю что еще попробую сделать какие-то такие подобные видео У меня мастер-классы, я провожу с детками мастер-классы, но никогда их не снимала на камеру. Ну, теперь вот, посмотрев различные видео на ютюбе, решила точно так же давать эти мастер-классы в видеорежиме, скажем так. Ну, все, спасибо за внимание. Всем пока, подписывайтесь, пока.